В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В ходе рабочей поездки депутат Московской областной думы Юрий Липатов посетил несколько учреждений Ленинского округа. Это конкретный пример, когда вот новые технологии идут на службы населения. В Видновской взрослой поликлинике ВРКБ открылся кабинет по приему больных с хронической сердечной недостаточностью. Те пациенты, которые имеют заболевание сердечно-сосудистой системы и предъявляют жалобы на одышку и отеки. То есть это два основных, так скажем, критерия. В Ленинском городском округе завершился конкурс «Самый читающий класс львиную долю». Призовых мест взяла Видновская гимназия. Хотелось бы участвовать, потому что мне понравилось делать поделку. Книжку читали интересную. Познакомиться с работой муниципального центра управления регионом, а также проверить качество обслуживания в МФЦ города Видное в ходе рабочей поездки смог депутат Московской областной думы Юрий Липатов. Для него провели экскурсию руководители учреждений. Муниципальный центр управления регионом в Видном работает почти полтора года. За это время штат сотрудников вырос, а обращения жителей начали обрабатываться значительно быстрее. Пока в регионе это единственное подобное учреждение, имеющее свое отдельное здание. По нему и провели экскурсию депутату Московской областной думы Юрию Липатову. Мы повысили наши показатели работы. За прошлую неделю мы смогли выбиться в лидером. Одним из лидеров муниципалитетов, в котором мы свели количество недовольтворенных жителей Московской области, которые пишут нам на портал Добродел к нулю. И расслабляться некогда. Работа ведется по нескольким блокам. ЖКХ, образование, дорожное хозяйство и медицина. С начала года в центр управления поступило около 7 тысяч обращений. Мы видим, что это абсолютно современное помещение, в котором работают молодые люди, 17 человек. Современные рабочие места. И это конкретный пример, когда новые технологии идут на службы населения. Следующим местом визита стал Центр государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Туда депутат отправился в сопровождении директора учреждения Николая Бондаренко. Здесь присутствует всегда заместитель начальника отдела, который периодически проходит, смотрит, как общаются, что. И плюс у нас разработана система контроля, так называемая BI-программа. Мы каждый день получаем данные предыдущего дня, как нас оценили жители. Не нас, а каждого конкретного оператора. Я думаю, что главное вот это. Нет очередей, квалифицированные ответы на все вопросы, выдержка. И главное, что практика показывает, что озлобленных людей, уходящих из МФЦ, практически нет. Помимо услуг, Центр предоставляет гражданам возможность пройти вакцинацию от COVID-19. На базе МФЦ в марте был открыт стационарный прививочный пункт. О его работе депутату Московской областной думы рассказали главный врач Видовской районной клинической больницы Бутай Бутаев и его заместитель Елена Зинатулина. Работой МФЦ, а также муниципального центра управления регионом депутат остался доволен. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В Видновской взрослой поликлинике ВРКБ открылся кабинет по приему больных с хронической сердечной недостаточностью. Здесь люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут получить квалифицированный медицинский осмотр и диспансерное лечение. Пациенты с хронической сердечной недостаточности, но не все понимают, что это такое. Если в клиническом плане, то те пациенты, которые имеют заболевание сердечно-сосудистой системы и предъявляют жалобы на одышку и отеки. То есть это два основных, так скажем, критерия. Дальше уже мы разбираемся, диагностируем, да, обследуем. Появилась возможность и дистанционной консультации со специалистами высокого уровня, которые после изучения всех данных пациента дадут рекомендации по коррекции терапии или направлению больного в тот или иной лечебный центр. У нас открылся такой портал, это телемедицина, куда мы можем послать документы. Это не нужно самому пациенту никуда ехать. Он приносит нам документы свои. Мы это все сканируем и отправляем на заочную консультацию. Наталья Филатова также рассказала о новом порядке получения бесплатных лекарств людьми, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все пациенты, которые перенесли в течение года, значит, такие заболевания, как первое, это инсульт, второе, инфаркт, даже если им не проведена никакая операция, то есть стентирование или аортокоронарное шунтирование. И плюс пациенты, которым проведена радиочастотная абляция, РЧА, так скажем, они имеют право получать лекарственные средства по 1Н-приказу в течение года, если они не относятся к федеральным льготникам, то есть это кто имеет инвалидность у нас, и второе, если они не имеют региональную льготу. По прошествии года лекарства также будут бесплатны, но уже по другим квотам. Как объяснила врач-кардиолог, данный приказ Минздрава преследует несколько целей. Чтобы, во-первых, пациент не терялся у нас из вида, потому что частично люди просто-напросто перенесли как факт, им назначено лечение, и они пьют препараты, хотя они должны быть под наблюдением и корректироваться терапией. Во-вторых, чтобы была доступность, да, то есть как бы мы желаем все-таки, чтобы наши пациенты жили долго и не получали второй, не дай бог, третий инфаркт или инсульт, чтобы они пили качественную терапию и лечение. Также Наталья Филатова поделилась мнением по поводу вопроса, есть ли какие-либо ограничения на прививки от COVID-19 у тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Двоим пациентам мы рекомендуем данную прививку, в нашем случае только противопоказание, если это, так скажем, докомпенсированный больной, тяжелым больным, то есть это так, как бы противопоказанием, пока мы его не стабилизируем. Как таковы заболевания сердечно-сосудистой системы не являются противопоказанием для данной прививки. Кабинет по приему больных с хронической сердечной недостаточностью работает каждый понедельник с 8 до 14 часов. Вход с обратной стороны детской поликлиники. Записаться на прием можно у участкового врача, кардиолога или позвонив по телефону колл-центра ВРКБ. Для многих видновчан ярмарка у кинотеатра «Искра» – это возможность приобрести самые разнообразные и качественные товары по приемлемым ценам. И вот вновь торговые ряды начали свою работу. Как говорится, налетай, торопись, покупай. Татьяна Брылова отправилась за покупками. После двухнедельного перерыва на советском проезде вновь заработала ярмарка продовольственных и бытовых товаров. Весна – время обновлений. И любая женщина тоже хочет купить что-нибудь новенькое к весне. Вот, например, приобрести сумочку. От тысячи до полутора тысяч можно купить даже кожаную вещь. В каждой палатке есть на что посмотреть. Вот, например, молодежная одежда в стиле пэтчворк. Как-то вот это вот сами на свой вкус выберут? Я, конечно, на свой вкус. Ну, я везу то, что я бы одела. Я еще не переоделась в весеннюю, но если вы хотите снять зимнюю одежду, а надеть вам нечего, приходите сюда. Здесь большой выбор весенних пальто. Елена Мансурова тоже торгует верхней одеждой. В прошлом музыкант она считает, что ее нынешняя профессия тоже творческая. Одевать людей качественно и красиво. И причем нам все говорят, что вы недорого продаете, потому что мы напрямую от фирмы работаем. Это тоже искусство. Калининградский янтарь сверкает, несмотря на то, что солнца сегодня нет. Ольга Адрова не просто продает, она увлекает каждого покупателя в необыкновенный и живой мир янтаря. Все царские, все крестьянские, все дворянские семьи имели янтарь. Когда ребенок рождался, обязательно на него одевали янтарь. Он снимает головные боли, регулирует давление, убирает воспалительные процессы. В целом влияет очень хорошо на общее состояние здоровья. Серьги и бусы, броши и браслеты, а также большой выбор подарочных изделий и картин. А дачникам, которые готовятся к огородному сезону, тоже сюда. Лопаты, секаторы, вилы и многое другое. Умелому садоводу такие вещи просто необходимы. Например, вот это для чего? Такая на вид опасная штука. Это вот рыхлилочка. Мы рыхлим землю ей. Можем раздвинуть пошире, поуже, между рядочками. Где вам удобно, вы рыхлите, достаете сорнячки и рыхлите земелечку. Откуда у вас вообще все это? Это Рыбинск, Ярославская область. Ну и как уйти с ярмарки без вкусных покупок? Овощи, фрукты, рыба и колбасные изделия на самого изысканного покупателя. Мой взор упал на вот этот замечательный фрукт, который называется манго тайская. Мне интересно, насколько же вытянет? Ну, грамм 400, 350, 500 грамм, может быть, побольше. Но ведь это все витамины. Конечно. А вот и тот, кто закупился в заботе о себе и о своих домашних. Артур Варданян – видновский спортсмен, на ярмарке частый посетитель. Ярмарка – это единственное место, где мы уже нормально приобрели для дома продукты. Вся семья покупает здесь, когда приходит ярмарка. Продукты свежие, дома дети, поэтому и более орнитабельно тут приобрести. С ярмарки я тоже не ушла с пустыми руками. Мой рюкзачок значительно потяжелел. И вам советую воспользоваться девизом сегодняшнего дня. Налетай, покупай, торопись. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В микрорайоне «Зеленой аллеи» горит продуктовый магазин. Такая новость. Вчера вечером облетела Ленинский городской округ. По официальной информации представителей 28-й пожарно-спасательной части города Видное, возгорание произошло в одном из сетевых супермаркетов. Около 10 вечера на место прибыли пожарные. Горели разгрузочные тележки, которые стояли на улице возле магазина. Совсем скоро огонь перекинулся и на само здание. Подали ствол Б, один на тушение. Загорелся сам магазин потом. На площади 8 квадратных метров. Предварительно это отдел колбасных. На площади 11 квадратных метров пожар был реализован и ликвидирован. На общее время занял один час. С момента выступления сообщения до полной ликвидации. Очевидцы говорят, что дым от пожара распространился по всему микрорайону. Жители боялись, что огонь перекинется на многоквартирные дома. Все высыпали на улицу, потому что было много переживаний. У нас буквально прямо над магнитом уже начинаются квартиры. Конечно, у нас и подъезд наполнился дымом. Жители очень волновались. Безумно благодарны сотрудникам МЧС. Прибыли очень оперативно. Быстро слаженная команда. Моментально потушили пожар. Не дали возможность распространиться огню выше. Спасли, я скажу даже громко, да, сказано, спасли наш дом. Это все, что осталось от когда-то популярного в зеленых аллеях магазина. Копоть на стенах, лопнувшие стекла. К счастью, никто не пострадал. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. В Ленинском городском округе завершился конкурс «Самый читающий класс». Львиную долю призовых мест взяла Видновская гимназия. В одном из классов победителей побывала наша съемочная группа. Откуда у ребят такая любовь к литературе и за что им присудили победу, расскажет Юлия Погосян. Здравствуй, Чик. Я сегодня нашел 10 зернышек в шина. Давай их поровну разделим. Обычный урок риторики в одном из первых классов Видновской гимназии. Сегодня ребята знакомятся с писателем Михаилом Плецковским и читают его произведение «Урок дружбы». Но занятие складывается не только из прочтения. Вместе с педагогом дети анализируют текст. Преподаватель младших классов Валентина Смоленцева считает, это важной составляющей учебного процесса. Именно так у ребенка развивается любовь к литературе. Вместе читаем, перечитываем. Неклассное чтение очень серьезно к этому подходим. Ребята учатся говорить свое мнение, выражать, основную мысль искать, что мы узнали, ради чего было написано, познавательные какие-то моменты с вами. Потому что дети сами говорят, книгу читаю, мир открываю. А какие интересные вещи ты узнала из книг на сегодняшний день? На сегодняшний день, когда мы читали этот рассказ про дружбу, то, что нужно делиться и не жадничать со своими друзьями. Из этого занятия ребята вынесли важный урок. Дружба дороже всего на свете. С этим согласен и первоклашка Федя Ушаков. Я очень люблю дружить. У меня, друг, есть садик, с которым я все-таки еще не раздаюсь. У меня дороже, можно сказать, всего класс. Первый Боеведновской гимназии – образцовый. Он стал призером в окружном конкурсе «Самый читающий класс», итоги которого подвели буквально на днях. Для участия школьникам было предложено разобрать произведение Виталия Бианки, «Синичкин календарь» и выполнить групповую творческую работу. Ребята учились действительно вместе с Синичкой, Зинькой. Их тоже много познавательно узнали из этого произведения. Читая произведение, ребята уже подбирали, какой эпизод они проиллюстрируют. И нужно было объяснить самое главное, почему они выбрали вот этот кусочек произведения, который проиллюстрировали или сделали аппликацию. Первый Б лучшим в округе стал в номинации «Самый творческий класс». Их подделки жюри оценило выше остальных. В следующем году ребята настроены повторить свой успех. Хотелось бы участвовать, потому что мне понравилось делать подделку. Книжку читали интересную. А какую подделку ты сделал? Я сову сделал. Конкурс «Самый читающий класс» в Ленинском городском округе проходит уже в 15-й раз. В этом году звание «Самого читающего образовательного учреждения» удостоилась Видновская гимназия. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ирина Кошелева. Виднетве. Сегодня исполняется 139 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, всесоюзного дедушки, которого дети просто боготворили. Даже малыши, еще не умеющие читать, уже знают наизусть строки из его сказок. В день рождения поэта, писателя и переводчика мы поговорили о творчестве Корнея Чуковского с жителями нашего города. 31 марта родился Корнея Чуковский, замечательный русский писатель, классик детской литературы, на чьих сказках выросло не одно поколение нашей страны. Мы вышли на улицы города, чтобы узнать у жителей, насколько хорошо они знакомы с творчеством Корнея Ивановича и кто их любимый персонаж. Кто такой Корнея Чуковский? Корнея Чуковский – это писатель. Что он написал? Мой да дыр. Ну только про таракана и все, больше ничего не знаю. А можете вспомнить несколько строчек? Ну не, я помню сюжет, что животные там все испугались тараканов. Потом прилетел воробей и съел тараканов. А строчки я не помню. Старший у меня муху-цикотуху очень сильно любил. Прям дословно все пересказывал. Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Мой да дыр часто вспоминали. Читали. И когда научились читать, тоже сами читали. Муха-цикотуха мы это самое читали. Потом Федорина Горя меня очень много любил. Ну и там какие-то целые книжки вот прям читали. Они любили по Корнея Чуковскому. Ну хороший писатель, конечно, детский. Я не знаю такого. Нет. А про муху-цикотуху Айболита слышал? Да, слышал. Ну это вот он написал. Ясно. Хорошо я не знал. Кто такой Аболит? Доктор. Сказки. А кого он лечил? Животных. Хоть с котом, хоть босс-моробьем. Где-то красное пропело, возможно. Кто такой Корнея Чуковский? Писатель. Что он написал? Сказки, рассказы, стихотворения. Ну а какие, помнишь? Практически не помню этого автора. Ну а мой дадыр, муха-цикотуха. Айболит. Кто такой Айболит? Айболит – это доктор. Такой, ну, сканочный. Ну где он лечит зверей. Для большинства читателей Корней Чуковский так и остался создателем мухи-цикотухи. И хотя общение с детьми всегда вдохновляло и радовало, но образ доброго дедушки Корнея его тяготил. Так же, как и слава детских книжек, которые оставила в тени серьезные произведения. Но на единственном доступном видео Чуковский именно такой. Читает стихи и загадывает загадки обступившим его восторженным детям. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В огороде-то на грядке вырастают шоколадки. А у наших у ворот чудо-дерево растет. Чудо-чудо-чудо-чудо расчудесное. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!